Ну что, ребят, всех приветствую и добро пожаловать в новый выпуск. Что мы сегодня с вами будем делать? А мы будем тестить новинку, если можно так сказать. Это Харли Дэвидсон, самый маленький Харли Дэвидсон, который есть. Это 350-очка, вот он стоит. Для меня его выгнали. Вот. Что, ребят, я знаю о Харли Дэвидсоне? Ничего. Поэтому сейчас вместе будем с вами изучать. Будем тестировать. И вы увидите те самые первые впечатления, эмоции, что испытывает обычный человек, садясь на незнакомый ему мотоцикл. Вот. Так что я с вами всем этим поделюсь. Слушайте, вот никогда не думал, на самом деле, что поеду на Харли Дэвидсоне и на таком маленьком. Слушайте, ну, звук прям реально очень, то есть он звучит спокойно, как бы даже тихо, можно сказать, работать. То есть, ну, по ощущениям Харли должен, насколько я знаю, прям орать, вибрировать. Но достаточно, достаточно приятно. Ну, не знаю, ну, как обычно, вот там 400-ку ты заводишь, то есть такое ощущение. И немножко рокот такой есть у него басистый, не знаю, передает или нет. Вот, сейчас он немножко прогреется. И мы аккуратненько с вами выйдем отсюда, вот, и поедем первым делом куда? Верно, на заправку. Потому что надо заправить топливо у нас мало. Первым делом, ребят, когда вы ходите за новый мотоцикл, надо к нему вначале кататься, привыкнуть. То есть, никогда не надо сразу мчать, наваливать и так далее. Надо почувствовать его. А, кстати, вот топливо, да, показывает, что горит уже. Будем заправлять сейчас. Вам не надо на новом мотоцикле сразу пытаться что-то показать. Е-м-м-м, я все за укропка такая. Опа, и тормоза проверили как раз. Ребят, есть тормоза? Как вовремя камера включает. В целом, мы могли проехать и не применять там экстренные торможения, но тормоза цепкие. Я, знаете, что хотел сказать? Тормоза еще не разработались. Здорово, добро, я на Харли Дэвидсене, ребята! Уважаете! Я ваш младший брат! Ха-ха-ха! Ух! Вот индикации передач не хватает, и привычки теряют их. Короткие они, ну, это так, временно. Сейчас скатываемся постепенно. Он достаточно интересно управляется. Такой, твердкий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы домчали, в принципе, в Сириус. Сейчас находимся на площадке. Скоро она здесь будет Джимхана происходить. Вот, вон там. И мы туда переместимся. В целом, картина уже более-менее проясняется. И давайте я вам расскажу как раз о своих первых впечатлениях, а они наиболее важные. Потому что вот именно те самые эмоции, когда ты там приобретаешь новую технику, или садишься, проехался на ней, там немножко буквально, и уже у тебя картина какая-то формируется. Что у меня сформировалось за там примерно 30 километров, меньше скорее всего, даже сюда сюда ехал. Вот, хочу сказать, давайте прямо вот сначала. По мотору. 350 кубиков, 37 сил, 31 момент у него. Вот, двоечка. Два горшка здесь. В целом, мотор. Вообще, вот этот мод, это китайский. То есть, он производится в Китае. И как я понимаю, это как бы совместно, может, с Куджи Моторсом, у них как бы разработка, наверное, так. Могу ошибаться, ребята. Я то, что успел, нашел информацию по этому мотоциклу в сети. Вот, то вам и в целом говорю. Мод. Мотор очень приятный, эластичный, работает с таким приятным рокотом, можно сказать, на удивление. К примеру, могу сказать, у меня на КТМе звук был вообще неприятный у двигателя, вот, а здесь приятный такой. Прям ничего не могу сказать плохого, по ощущению даже как будто здесь у кубиков 600. Но это именно по звуку. Вот. Что касается в движении. В целом нормально, без фанатизма, если вот резина здесь, я не знаю, такого бренда, как я понял, это китайский, какой-то супер Макс, СТ, вот, Максис, я не знаю, то есть, бренда этого не знаю, как она себя ведет, тоже не знаю, я ездил, ехал коротко, 160 на 60, 17. Вот. Это задний баллон, здесь у нас 120 на 70, 17, 17 на 17, перед зад. резина, но на М. В целом, я попробовал на ней немножечко, да, она вроде немножко прогревается, но, я сильно не закладывал, то есть, пока у меня, вон, сами можете посмотреть, работать и работать, но здесь, силиконовый, то есть, я не стал сильно закладывать. Техника не моя, дорогая, вот, что касается стоимость, стоит он 800 тысяч, примерно, вот, поэтому, надо привыкать, вот, пока углов никаких не хочу давать, потому что, не знаю, как себя поведет эта резина, может она перегреется, может поплывет, и тому подобное. В целом, по прямой, в городских условиях, держит нормально, вот, вы сами все видели, то есть, картинку видите, я вставлять буду, как мы двигались. По максималке, в целом, спокойно, со сотки начинаешь, на шестой разгоняться, он там до 150 разгоняется, вот, ну и дальше там уже по оборотам, там, 8 тысяч где-то у него, вот, я дальше не стал, там, конечно, небольшой уклон еще был, небольшая горочка, он достаточно легко набрал эту скорость, ведет себя стабильно на этих скоростях, я даже руку, по-моему, там на 120, на 130 убрал, так спокойно двигаться, вот, то есть, предсказуемо, нормально, ехать можно. Что касается посадки, посадка комфортная, прямая, чувствуешь себя, прям вообще, достаточно приятно на нем, но, сам вот этот угол в коленях, мне показался, он очень сильно, ну, давайте я покажу камеру, так возьму, то есть, видите, какой угол, вот, то есть, хотелось бы немножко вот такой, но, угол вот такой сильно, то есть, вот здесь, загнуто, и ножной тормоз, когда у тебя нога вот так стоит с этим углом, ты его касаешься, ножной тормоз, а хотелось бы, чтобы он был пониже немножко, приходится ногу вот так убирать, а это неправильно, иначе нога устает с огня, может быть, дело привычки, пока я немножко на нем ездил, поэтому не привык, что касается теперь подвески, а, кстати, по сиденью, по сиденью мягкое, нормальное, вообще вопросов к нему ноль, по подвеске, проехался пока что, ну, по стыкам, стандартно городским, там, через мосты, вот, отрабатывает нормально, энергоемкая, но я не знаю, что это за бренд, это нонейм какой-то, просто нонейм, тормозная система, вы видели, было экстренное торможение, я не знаю, что здесь тормозная система, нонейм опять же какой-то, надо изучать, смотреть, что делать, АБС есть, АБС удалось проверить, там, в каких-то моментах, у меня даже он сработал, вот, мотор, вот еще раз вернусь к нему, по поводу охлаждения, то есть, пока вентилятор включился вот здесь, когда я стоял, долго, то есть, в пробках он не включался, ну, и сильно долго мы и не стояли, в общем, особо не греется он, то есть, жара от него мало исходит, то есть, он не сильно теплонагружен, моноамортизатор, преднатяг можно выставить, демпфирование, то есть, все здесь надо крутить, вот, я ничего этим заниматься не буду, как в штате стоит, так и передвигаюсь на нем, нет комфорта, нормально, то есть, в принципе, нареканий никаких нету, это что касается вкратце, вот, будем дальше ездить, смотреть, что будет появляться, буду вам рассказывать, так, ну что, давайте аккуратно почешем немножко резинку, надо бока сточить, потому что, как поворот это иначе закладывать, а здесь как раз на стреке это можно сделать, я пока сильные углы не беру, стараюсь и полустреки немножечко проходить, чтобы плавно-плавно добирать, сейчас он спит, давайте его пропустим, сейчас раскатаемся, но могу сразу сказать, он хорошо управляется, тут уже дальше просто мой страх, то что я, техника не моя, не новая, мне нравится, прям реально очень приятно, моментно, знаете, ребят, что я забыл сделать, это наклеить наш стикер, на этот мод, знаете, до чего, это как оберег работает, вот давайте вот сюда, куда бы сюда, вот сюда так, опа, все, теперь можно ездить спокойно, где удачусь, Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дальний свет Очень плохо видно его Днем даже приходилось в трафике включать дальний свет специально Чтобы как-то обозначить себя лучше Ну и ночью в темноте В городских даже условиях Все равно не хватает освещения То есть хотелось бы, чтобы поярче было В целом-то и все Это вот то, что я хотел бы подметить Ну, основное нарекание То, что мне некомфортно Это угол Посадка Посадка, скажем так Да, это посадка И хотелось бы поярче тормоза В остальном мотоцикл прекрасный То есть для города подходит Работа двигателя, как итог может подвести Мне очень понравилась Вот, удобно на нем двигаться в трафике Он очень маневренный Узкий В любую дырку можно пролезть на нем Приятные впечатления Кстати, сидение Хоть оно и такое грубоватое, кажется Ну, как и вот Харльдейзе, насколько я знаю Перешли с натуральной кожи на кожзам Вот, если я не ошибаюсь Я не знаток в Харли Но какую-то информацию все-таки я выявил Вот, здесь кожзам, конечно Но приятно, качественно сидеть Большая сидушка Вот, ну то есть Прям комфортно Вот, то есть Как первый мод Вот, да, однозначно да Если вам нравится такой дизайн А-ля скрэмблер, может быть Вот, нэкед Открытый Почему бы нет? Вообще замечательно будет Потому что, ну, на нем приятно двигаться Вот, он оставляет приятные впечатления И в целом Я вообще очень рад этому экспириенсу Что мне удалось его протестировать Поехать Ну, а сейчас, ребята Я в целом предлагаю вам Насладиться Прекрасными кадрами поездки На Харли Дэвисоне На этом мотоцикле Вот В нем есть какой-то все-таки антураж Ты когда на нем сидишь Ты думаешь Да, ты едешь на Харлике На самом деле ты на маленьком Харлике едешь Вот В целом Все Приятного просмотра вам Bye Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok